Ну что же, наконец-таки я пришла к любимому развлечению своему последних трех дней, Макету и Володю Назару. Я даже не знаю, кого я люблю больше, Макету или Володю. Вова, мы с тобой где-то остановились вчера вот в этом районе. А, да, я хотела про ветряки. Можно с них начать? Давай ты мне начнешь рассказывать про ветряки, а потом про всякие разные новости чудесные. Давай, наверное, ну давай с новостями. Хорошо, давай, как ты сказал. Начнем с ветряков. У нас есть ветряки. Это под них визуализация SCADA. Если ты еще чуть-чуть подвинешься, то зрители смогут увидеть контроллер, которыми управляет фирма Bachman, который обычно и применяется на подобных устройствах. Ну, видно, что контроллер работает по... Да, так все делают, но я еще раз повторю в миллионный раз. Экран не тач. Но в смысле он не тач-монитор, он не позволяет нажимать кнопки. Нужна мышка, которую ты вставляешь в обычный компьютер. И мышкой необходимо... Либо надо быть хакером и удаленно шевелить мышкой. Вот мышка, видишь, она здесь. Да, но нет, она управляется, к сожалению, от мышки. Так вот, вернемся к контроллеру. Открываешь дверь, если ты Юлия Сорокина. Да, видишь, настоящий контроллер. И теперь... Да, давай. Именно так и надо сделать. Интересно, ты сможешь аккуратненько вот этот вот разъемчик отключить? Надо аккуратно не за проводочки, а за зеленую штучку потянуть. Вот. И смотри, что у нас сверху случилось. У нас все ветряки встали. Сота покраснела. Юля сделала атаку, но не настоящую. Это демо. Никто не аплодирует. Вот. Да, ты старалась. Да, давай вставляй обратно. И у нас сейчас все... Главное, да, все... Смотрите, все починило, все повелело, ветряки закрутились. Все. Ты, как и я, люблю... Да, давай закрывать. Мои парни потом закроют все это на ключ, потому что сегодня мы всю ночь играем. И вот те люди, которым... Сзади нас находятся красные команды за красным подиумом. То есть физически им повторить твой подвиг. Где-то 20 шагов их отделяет от вот этого вот места и твоего подвига. И замок. Замок, да. Специально для видео сейчас, Юль, я открыл специально для нас этот ящик, чтобы ты дернула ровно тот разъем. Вот. Сейчас после эфира мы его опять закроем, как и все остальные тумбы. И никто из них не имеет права физические атаки проводить. Они же хакеры, они делают это удаленно. Юля может дергать еще раз. Да. Ей очень нравится, когда сота вырывается, все краснеет, ветряки встают. Она чувствует себя в роли тех красных... А, у тебя даже костюмчик красный под цвет хакеров. Ты посмотри, все нормально. Так, все, опять мы все починили, все восстановилось. Как только ты все вставил обратно, все опять заработало. Так, ну что, поползем дальше. Ближе к нам следующее – это наш куст нефтекачалок. По легенде он управляется контроллером Ален Брэдли. Вот. И, соответственно, чтобы здесь управлять... Да что я? Давай сегодня ты и будешь управлять. Вставай, бери мышь, аккуратненько. И я тебе рекомендую на ноге этим делать. Да, как все нормальные люди, у которых нет ковриков. Да-да, все будет работать. Значит, твоя задача – попасть в красную кнопочку «Стоп». Ну, стоп. Нажимай. Нажимай. И после того, как ты нажмешь «Ок», подтверждаем действие. Подтверждаем. Соответственно, качалка покраснела. И мы видим, что одна из них точно остановилась. Теперь она больше не будет работать. Возможно. Давай просто повторим с остальными то же самое. И мы точно увидим, что все погаснет. Надо на все нажать, тогда «Стопокраснеет». Да, там в задании для хакеров так и написано. Потому что контроллер так в автомате. Расскажи о своих ощущениях сейчас. Это очень сложно. Видимо, у нас очень тяжелый хакер. СТПшная мышь какая-то прямо больная. Так, смотри, два из шести. Два из шести. Мы приближаемся к экватору. И последняя кнопочка нажимается. Половина сделана. Три качалки из трех больше не качают. Это сделала Юля собственными руками. Четвертую. Сделали четвертую. Все, осталось две всего лишь живых. Одна сейчас работает, одна нет. Вот, две работают в последний раз. Выключили. Все, последняя качалочка. Вон она, самая дальняя за деревом. Сейчас Юля остановит последнюю качалку. Так, и нажали. Все, сода покраснелась. Трубопровод покраснел. Ты остановила добычу нефти. Как недавно где-то там в новостях какие-то хакеры, какой-то трубопровод как-то смогли. С мышью. Бедро с мышью. Все, у нас все здесь покраснело, все здесь покраснело. И все наглядно видно, что это сделала ты. Между прочим, Юля, может и не ты, потому что вот та команда где-то рядом прямо с этой машиной ползает. Вот это та, вот та, да. Да, да, да. Справые. Но ничего. Ничего. Они, знаешь. Да, можно включать назад. Но мы можем бросить все это, потом мы включим местя. Типа, давай одну хотя бы включим, чтобы сота зажглась. Да, то есть задание требует погасить все. То есть чтобы это, да, вот как только хотя бы одну ты обратно вернула, у нас все ожило. Клади сзади. Мышь. Все это для демонстрации подготовлено только для тебя и для зрителей. Замкиок открыт, мышь подключена. Естественно, тут ничего не шевелится и все заперто. Проверь, проверь. Похоже? Ногтем. Еще какие-то, знаешь, еще трюки, скажи. Зубами. Ну ладно, не будем. Так, давай. Мы на нефти, да. Наверное, самое интересное у нас здесь и самая зрелищная авария, да, трубопроводка. А ты только что туда остановила. То есть по легенде наши нефтекачалки добывают нефть и передают ее в нефтехранилище. Вот эта скада третья, да, отвечает, соответственно, за хранение нефти. Вот по схеме наше месторождение по трубопроводам с помощью задвижек подает нефть в две бочки. Вот они, две бочки. Да, что надо сделать? Соответственно, у бочек есть объем. Вот текущий объем заполнения. Соответственно, по датчикам он регулируется и контролируется процесс перелива и передачи транспортировки нефтепродуктов контроллером. Задача атакующих, как и в том году, с точки зрения реализации аварий, необходимо перелить нефть в, как это делается, необходимо подающий трубопровод открыть в ручном режиме, отходящий закрыть, да. И когда ты сделаешь это в ручном режиме, соответственно, уровень мер будет показывать, что уровень растет, растет, растет. Вот. Объем вот этой бочки порядка 1100, если меня память не изменяет. Да, вот смотри, он дошел предварительного уровня и сейчас на 1100 он остановится и начнет переключить задвижки и начнет процесс передачи дальше. Вот. Но! Но! Задача хакеров налить больше, чем 1100. Вот видишь, все, смотри, сработала автоматика, видишь, алгоритм подачи отключилась, да, включилась обратная часть на слив и объем начал уменьшаться. Давай, давай подождем. Вот и что мы тут делаем? Смотри, видишь, циферка поползла вниз. Все, контроллер руководит процессом. Задача атакующих, не будем здесь им подсказывать, что именно им надо сделать, но задача атакующих в том, чтобы вот эта циферка здесь стала больше, чем 1200, потому что это максимальный объем самой емкости на самом деле. И когда они достигнут, сделают так, что здесь будет 1200 и более, из наших бочек, давайте обратим внимание на нашу емкость чудесную, вот это вот, две бочки. Сейчас мы на них, давай, ты дунешь, мы досчитаем до трех, ты дунешь, и из них польется нефть, потому что мы представим, что здесь стало больше, чем 1200. Итак, я считаю, ты дуешь. Раз, два, три. Нефть, полейся. Смотри, соту ты надула, она покраснела, пошли какие-то пузыри, что-то творится. И вот они, вот они, полилась струя каких-то нефтепродуктов не очень черных. Сейчас они, видимо, сзади не отстоялись. Слишком редко атакуют, вот. Будем надеяться, что сейчас у нас красочка пойдет потихонечку, все потемнеет, и к настоящим хакерам все уже будет течь черным. А нефть бесцветная бывает? Нефтепродукты в виде бензина, они практически бесцветные, наверное. Когда машину забралишь, там немножечко с желтеньким всего лишь отливчиком. Керосин и спирты, они вообще прозрачные, это же все нефтепродукты. Вот. Ну, может, краска для волос плохая, да, что-то случилось. Ну, давай ты еще раз дунешь, и все остановится. Оно просто перестанет литься. Давай, на раз, два, три. Раз, два, три, чини. Отлично. Ты можешь как ломать силы мысли, так и чинить силы мысли. Силы воздуха, да. Силы прессы, словом. Ну, что, оставим у нас все? Закончили? С этим ландшафтом мы полностью закончили. Вот эти три контроллера, которые на нем у нас представлены, мы с тобой прошли. Остался последний? Мы сейчас его будем или оставим как-нибудь на будущее? Как тебе больше нравится? Сейчас. Завтра. Сейчас. Лишь сам, пожалуйста. Ну, давай сейчас. Так сейчас. Что? У нас есть парк аттракционов. На парке аттракционов колесо, как и в том году, управляет совершенно другим контроллером. У нас уже перерисовали скаду по-другому. Да? Когда оно сейчас не крутится, то... Нет, смотри. Оно не крутится. Оно... Ну, что ж такое? Сейчас подождем. Давай, чтобы мы никого не обманывали. Оно остановится и там, и там. Мы увидим, что все работает, и это все делает контроллер. Вот, кстати, видишь, график, когда оно крутится, когда нет. По графику. Вот, все. Остановилось, не крутится. Все работает. Итак, колесо включается. Мы считаем до трех. Ты еще раз столкнешь его вот так силой руки, и оно у нас упадет. Давай. Раз, два, три. Все, смотри. Все заморгало, все встало. Колесо остановилось. И пошло дальше. Видимо, судьба говорит на том, что что-то будет с колесом завтра. Это режиссер, конечно. Конечно, это все режиссер, он запретил сейчас ронять, видишь. Да, ну хорошо, так что, заканчиваем на сегодня. На завтра оставим все-таки на сладкое колесо. Да, ну все, спасибо. Это был Володя. Он оставил нам немножечко на сладкое. Подозреваю, что оставил не нам, не нам с вами, дорогие зрители, а вот этой вот команде в красных… Атакующих, в таких же картах. Да, в таких же атакующих цветах, как я. Чувствую я, что ночью здесь будут и колеса летать, и нефть, наконец, нужного цвета появится, и ветряки остановятся. В общем, сюда мы вернемся завтра, Володя, завтра. А сегодня нас ждет еще ретроспектива вообще всего, что у нас происходило вчера и сегодня, которую мы получим в соке. В соке, в соке. Там. Что такое? Ты хочешь что-то сказать? Да. Это мой микрофон. Ты в конце спро… Помнишь, вначале ты говорила, мы пройдемся, и потом что сегодня случилось? Сегодня нам, кстати, сломали газ. Команда Трушников сломала нам газ, и она нам устроила блэкаут, а все погасло, выключился весь макет. Не все прям днем? Не все, я не видела. В районе часа дня и буквально несколько минуточек. Это было, когда тут был полный зал народа, при них все грохнулось. Тут очень много свидетелей. Так и быть, поверю. Спасибо, до завтра. А вот теперь точно до завтра. В смысле, Вова, до завтра, а я еще вернусь. А вы не отключайтесь, не отключайтесь, не отключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok